Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 января. Житие святого Ефрема Печерского, епископа Переяславского. После блаженного Варлаама, боярского сына, блаженный Ефрем, Евнух, человек знатного рода и благородного происхождения, весьма любимый князем Изиславом и заведовавший у него всем его хозяйством, пришел из княжеского дома к преподобному отцу нашему Антонию. И просил его вместо служения князю приобщить его к слугам Царя Небесного и возложить на него святой ангельский образ иноческого чина. Преподобный Антоний, преподав ему наставление о спасении души, поручил блаженному Никону постричь его. Согласно этому повелению, Никон постриг блаженного Ефрема и облег выноческую одежду. Никон, это егумен Печерский, первый ученик и сотрудник преподобного Антония. Но ненавидящий добро враг дьявол навлек великую скорбь на преподобных за пострижение этого блаженного Ефрема, равно как и за пострижение блаженного Варлаама, о чем записано в житиях преподобных Антония и Никона. В самом деле, князь тьмы, видя, что он побеждается тем священным сонмом, который собирался в темной пещере, и поняв, что с этого времени место это будет прославлять, скорбел о своей гибели. Он начал своими враждебными кознями разжигать сердце князя Езеслава против преподобных, побуждая его разогнать священный сон. Однако он не мог этого достигнуть и сам был прогнан молитвами преподобных. Он спал в яму, которую готовил. Правда, и постригший блаженного Ефрема преподобный Никон был приведен к князю и резко облечен, и сам начальник братья и преподобный Антоний из братьев, вследствие гнева князя, был изнан из пещеры. Но затем, скоро, по ходатайству княгини перед князем Езеслава, а лучше сказать по молитвам Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы, перед Царем Славы Христом Богом, иноки возвратились в пещеру свою, как храбрые воины с поля брани, победив своего супостата дьявола. После этого они всегда оставались в пещере, прославляя и благословляя Бога. После всего бывшего преподобный отец наш Ефрем, видя, какую скорбь причинил враг всему священному сону, сильно вооружился против него богоугодной жизнью в пещере, постоянной молитвой, постом и всеночным бдением. Повинуясь во всем советам отца и наставника своего преподобного Антония, он обнаруживал большое усердие в подражании всем его добродетелям. Потому-то, по примеру преподобного Антония, который совершал путешествие из России на Святую Афонскую гору, и этот преподобный отец наш Ефрем горел духом, стремясь к святым местам. Он желал быть самовидцем равноангельского жития святых афонских отцов, чтобы вдохновиться любовью к их добродетельным трудам. Поэтому он умолял преподобного Антония дать ему благословение на путешествие в греческую страну. Преподобный, не желая лишить его награды за странничество, отпустил его с благословением и молитвой, подобно тому, как некогда Ной отпустил голубку из ковчега, чтобы она принесла масличные ветви. Тогда преподобный отец наш Ефрем, приняв как два голубинные крыла благословение и молитву, устремился в предлежавший ему путь и достиг до Константинополя. Везде по пути он наблюдал жизнь святых людей, посещал жилища отшельников земных ангелов, насыщаясь в изобилии духовной пищи, душеспасительными беседами и наставлениями святых отцов. Вследствие этого он несколько замедлил в своем путешествии. Когда же его повлекла назад любовь к родине? Он, чтобы не возвращаться в свой мысленный ковчег без какой-либо масличной ветви, списал устав святого студийского монастыря и принес в Печерский монастырь, по поводу чего и посылал к нему в бытность его в Грецию блаженный игумен Феодосий от имени преподобного Антония. По возвращении своем из святых мест он пожил в Печерском монастыре недолго, но зато послужил образцом многих добродетелей к душевной пользе иноков, так что все благодарили о нем Бога. В это время представился блаженный епископ Переиславский Петр. По благоволению Божию, по совету всех и по желанию великого князя Всеволода Ярославовича, преподобный отец наш Ефрем поставлен был Переиславским епископом, преосвященным митрополитом Киевским Иоанном. Приняв великий санк святительства, он начал обнаруживать великую ревность об устроении церквей в своей епископии. Он считал это для себя самым почетным и самым дорогим делом, имея в виду множить прославления Пресвятого имени Божия. Бог споспешествовал ему в этом деле. Спустя всего несколько лет он построил большую и величественную каменную церковь святого архистратига Михаила, которую и сделал соборным храмом Переиславской епископии. Затем на вратах это и устроил церковь святого Феодора. И наконец перед вратами каменной церкви построил церковь святого Андрея Первозванного. Он украсил даже город Переиславля различными церковными зданиями, притом каменными, чего прежде не было. Все это спустя немного времени было уничтожено, когда по Божию попущению в наказание за грехи наши сделал нашествие на землю российскую, злочестивый татарский князь Батый, это внук Чингисхана. Нашествие Батыя началось в 1237 и закончилось в 1240 году взятием Киева и покорением русской земли. Тогда пал жеребий и на славный город Переиславль. Преподобный Ефрем во время своего епископства присутствовал и на перенесении честных мощей преподобного отца нашего Феодосия Печерского. Пожив добродетельно и богоугодно, он почил от временной жизни, а душою вошел к нерукотворенному владычному престолу. Скончался в 1096 году. Честное же тело его было положено с честью созданной им церкви, в которой он учредил престол Переиславской епископии. Достоимся и мы предстать перед престолом Владыки Небесного Царя, подобно овцам, собранным глазом молитв преподобного отца нашего Ефрема, чтобы вместе с ним прославлять пастыря-начальника Иисуса, и в нем и с ним Бога Отца и Святого Духа в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.